В эфире программа «Городские встречи» в студии Дина Исляева. Сегодня у нас в гостях Марина Лушина, заместитель начальника управления культуры администрации Рязани. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы сегодня поговорим о мероприятиях, которые пройдут в рамках проекта «Новогодняя столица». Когда будет дан старт всем этим праздничным мероприятиям? Праздничные мероприятия в этом году будут длиться целый месяц. То есть праздник длится месяц. С 7 декабря по 7 января весь наш город и весь наш регион будут проводить мероприятия в рамках проекта «Рязань. Новогодняя столица России-2020». Торжественное открытие мероприятия когда состоится? Торжественное открытие проекта состоится 7 декабря. Для того, чтобы проект открылся, сначала пройдет большое красочное шествие. Это будет парад Дедов Морозов. Это будет красивое шествие светящихся шаров. На этих шарах будут присутствовать изображения знаков регионов. Поэтому 85 регионов, 85 таких светящихся шаров мы увидим на наших улицах. Для детей будет просто завораживающим зрелищем, когда они увидят такое большое количество Дедов Морозов. Деды Морозы не просто пройдутся по улице, они делают красивый флешмоб и пригласят всех рязанцев в хороводы, в танцы. Мы ждем не только рязанцев, но и, конечно, гостей. А Деды Морозы будут именно из Рязани области или приглашаете из других городов? Дед Морозы будут из Рязани, из области. А вот из других городов Дед Морозы будут передавать нам такие видеопоздравления. Потому что очень много городов хочет поздравить Рязань с открытием этого проекта. И все эти видеопоздравления мы сможем увидеть на главной площади 7 декабря. А как будет проходить фестиваль елочных игрушек? Это все-таки новое такое мероприятие для Рязани. Да, это красивое мероприятие. На Лыбецком бульваре будет украшен весь бульвар. Там будут красивые подсветки, там будет звучать музыка, будет проходить анимация. И как и все мы начинаем свой праздник новогодний с того, что украшаем свой дом, свою елку, то же самое будет происходить на Лыбецком бульваре. Здесь пройдут елочные базары, мастер-классы по украшению елок, различные концерты и праздники. Чем порадуете рязанцев на торжественном открытии? Торжественное открытие, конечно, главный подарок для всех нас, и для взрослых, и для детей, это сказочное появление главного Деда Мороза из Великого Устюга. Главный Дед Мороз уже готовится. Вот он отпраздновал свой день рождения. И мы тоже праздновали. Да, и мы тоже праздновали. И поэтому Дед Мороз из Великого Устюга уже готов. Он знает, когда ему нужно быть в Рязани. И поэтому главным подарком, конечно, станет появление Деда Мороза из Великого Устюга, нашего главного российского Деда Мороза, на нашем торжественном открытии. И на торжественном открытии в программе будет очень интересно представлено все, что мы планируем показать в рамках этого проекта в течение месяца. Все наши главные мероприятия, которые можно будет посмотреть за месяц, в этот день на сцене, они пройдут короткими такими номерами, и мы поймем, что же нас ожидает в течение всего месяца. 8 декабря, я знаю, заработает новогодняя деревня в лесопарке. И вот чем там будете удивлять рязанцев? Да, новогодняя деревня очень полюбилась нашим рязанцам. И гостям города тоже она полюбилась. В новогодней деревне будет работать резиденция Деда Мороза. И все наши детишки смогут прийти к Деду Морозу, поучаствовать в мастер-классах, поучаствовать в праздничных мероприятиях, на территории лесопарка, как обычно уже мы знаем, несколько локаций. Во-первых, это резиденция Деда Мороза. Во-вторых, это сказочные домики с мастер-классами. В-третьих, это сцена, где будут проходить концерты. В-четвертых, это каток, горки. Это большая площадка, где будут постоянно работать анимационные команды, для того, чтобы зимой, если будет холодно, никто не замерз, все грелись, танцевали и радовались празднику. А елка, которую установили, я так понимаю, именно 8 декабря зажжет свои огни? Да, конечно. В день открытия нашего проекта все елки зажгут свои огоньки. А почта Деда Мороза будет работать в лесопарке? Почта Деда Мороза будет работать в лесопарке. Но еще такой приятный, интересный сюрприз, который ждет и гостей, и жителей нашего города, это интерактивный проект «Рязатский почтальон». В декабре, каждую субботу, воскресенье и в январе с 1 по 7 ежедневно в 20 часов 20 минут, то есть вот эта магическая цифра 20-20, на улице почтовой будет появляться сказочный почтальон. Этот почтальон будет проходить по всей улице почтовой, будет воссоздана такая атмосфера конца XIX века, и почтальон раздавать будет открытки с пожеланиями, но также он будет собирать письма для Деда Мороза и потом передавать их. Поэтому можно будет почту Деда Мороза и в лесопарке опустить, а можно будет передать почтальону, и он уж точно доставит в срок и вовремя все это почту Деда Мороза. Впервые в Рязани накануне Нового года пройдут два гастрономических фестиваля, вот о них расскажите. Огромную работу проводят рестораторы нашего города, проводят администрации города, управление экономики, которые занимаются организацией подготовки этих гастрономических фестивалей. А вообще гастрономическая тема – это отдельная тема, здесь очень много можно чего рассказать, потому что специально к новогодней столице подготовлен кулинарный бренд, который называется «Калиник», и еще много новых интересных блюд. Ну а если говорить о гастрономических фестивалях, то первый фестиваль называется «Пирожок-2020», который пройдет на улице Почтовой. Здесь будут представлены пирожки из разной муки, с разной начинкой, много новых интересных конкурсов и, конечно, концертная программа. И фестиваль «Глинтфест» – это фестиваль пряников и глинтвейна. На этом фестивале будут представлены горячие сбитни, чай, вкусные морсы, напитки, безалкогольные глинтвейны, пряники. Но «Калиник» все-таки, наверное, не случайно стал главным блюдом. Да, и это десерт, такой сказочный, необычный. История его очень интересная. То есть в ходе проведения экспедиции Ассоциация кулинаров Рязанского края вот этот рецепт нашли, постарались его воплотить, вот тот рецепт, который им рассказали старые жители. И этот десерт не только вкусный, очень красивый, и это что-то очень необычное, и всем рекомендуем попробовать. Ну, как вы считаете, дальше задержится он в меню ресторанов после праздника? Я думаю, что задержится, потому что туристы, например, когда приезжают в какой-то новый город, главное, что они хотят посмотреть, приобрести какой-то сувенир и, конечно же, попробовать какой-то новый необычный вкус. А то, что у Калиника новый необычный вкус, это точно. И главное, что дома навряд ли мы сможем такое же повторить, такой же десерт, и поэтому нигде в другом месте больше не сможем его попробовать, как только в ресторанах, которые смогут это делать. Для любителей активного отдыха какие мероприятия подготовили? Главное мероприятие – это экстремальное зимнее шоу, которое пройдет 14 декабря. Нужно сказать, что все праздники, они как раз будут проходить в выходные дни в декабре и с 1 по 7 уже ежедневно. Итак, зимнее экстремальное шоу. На площади Ленина будет выстроена такая конструкция в виде горы снежной, на которой сноубордисты будут исполнять различные трюки. Это мероприятие будет проходить практически весь день. Сначала это будут разминки, потом это будут квалификации, потом уже соревнования сильнейших. Если кто-то, мы не очень разбираемся, как называются какие-то трюки, пируэты, рядом будет стоять большая сцена, и весь день ведущие будут рассказывать, что происходит на этой площадке, какие спортсмены выступают, что они делают. И в завершение уже всего праздника на сцене пройдет концерт для молодежи, и группа подобрана именно такие современные стены. То есть мы понимаем, что несмотря на это, все-таки будут какие-то полноценные соревнования? Да, это будет не только шоу, но и соревнования. А для тех, кто сам хочет поучаствовать в каких-то активных видах спорта, мы предлагаем со 2 по 5 такие новогодние олимпийские игры. В них входит много различных таких направлений. Это и лыжи, и слалом, и синхронное морожевание, и рыбатлон, и легкоснежная атлетика. То есть ежедневно на разных площадках будут проходить эти мероприятия. Мы медленно с вами подошли к следующему этапу, наверное, самым главным, и это празднование Нового года. Вот чем рязанцы будут заниматься, что они смогут посмотреть, в чем поучаствовать в ночь с 31 декабря на 1 января. Новогодняя ночь и само празднование, по большей части это все равно семейный праздник, которые все стараются провести дома, встретить Новый год в кругу своих самых близких, самых родных, самых добрых друзей, знакомых. Поэтому праздничный концерт будет проходить уже, как обычно, это и проходит уже, когда наступит 2020 год. Впервые в Рязани пройдет зимний день ВДВ. Какие мероприятия намечены? 2 января пройдет впервые зимний день ВДВ. Это будет мероприятие проходить на Лыбецком бульваре. Обязательными атрибутами этого мероприятия будет выступление наших десантников с показательными выступлениями. Это будет наш легендарный коллектив «Крылатая пехота», который порадует нас своими песнями. Это будет команда «Умные люди», которую мы уже все полюбили, да, и все знаем, и гордимся ими. Это будет «Солдатская каша» и много других мероприятий, которые будут именно не на сцене, а на площадках Лыбецкого бульвара. Также пройдет фестиваль «Огня и света». Это впервые, получается, в новогодние праздники у нас такое мероприятие? Фестиваль «Огня и света». В течение трех дней вечером все рязанцы и гости города могут приходить на две площадки. Первая площадка – это колокольня Рязанского Кремля. То есть на нее можно будет подняться? Нет, это будет светомузыкальное шоу. Можно будет прийти в Кремлевский сквер и посмотреть это шоу. На колокольне Рязанской будет красивое световое шоу с музыкальным оформлением. А в промежутке где-то полчаса на Лыбецком бульваре будет начинаться как раз вот такой фестиваль «Огня и света», где у нас запланировано выступление нескольких театров огня. Это всегда очень зрелищно, это всегда очень красиво. И еще театры света. То есть на сцене будут световые шоу, и когда это все меняется, огонь, свет, лазер. Планируется, что это будет очень красиво. На Лыбецком бульваре мы всех приглашаем. Три дня, и в том числе на закрытие вот это шоу будет повторяться. Ну и завершатся праздники у нас на Рождество 7 января. Ну да, Рождество, к празднику Рождество всегда отношение особенно трепетное, очень осторожное, потому что это наш один великий праздник, который каждый в своем сердце по-своему чувствует. Он очень важен, поэтому этот праздник пройдет очень тепло. По-домашнему планируется спектакль, который покажут на сцене. Ну а вечером уже завершение всего проекта, который закончится в 20 часов, в 20 минут 7 января. А какое-то планируется мероприятие по передаче символа новогодней столицы вот следующему городу? Или это уже пройдет в следующем году? Ну да, если посмотреть, как это происходило в прошлом году, то городу Рязани символ передавала Тула также 7 января. Поэтому и запланирована передача тоже очередному городу, которому мы узнаем, такого же символа, чтобы этот город уже начинал с января готовиться и чувствовать себя следующей новогодней столицей. Спасибо. Но у нас все-таки есть возможность пригласить рязанцев на все эти мероприятия. Давайте и воспользуемся. Да, приглашаем всех рязанцев на мероприятие. Праздник длится целый месяц. Мы ждем всех с 7 декабря по 7 января на центральных площадках города. Приходите, мы вместе с вами будем праздновать этот Новый год. В гостях программы «Городские встречи» была заместитель начальника управления культуры администрации Рязани Марина Лушина. Спасибо, что пришли. Спасибо. Я с вами прощаюсь. До встречи на телеканале «Город». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова